Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт» в эфире программы «О служении, о жизни Божьих людей». Друзья, искренне рад представить гостя нашего эфира. Это Петр Иванович Пасечник. Приветствую вас. Приветствую, брат Геннадий. Приветствую всех, кто нас видит. Желаю всем всего самого доброго. Благословения. Спасибо огромное. Друзья, краткая визитка. Петр Иванович Пасечник. Супруга Галины имеет четверо детей. Девять внуков и две правнучки. Доктор Богословия. Старший пастор церкви Сион в городе Сакраменто. Петр Иванович, спасибо огромное за то, что у меня такая есть привилегия иметь это общение, эфир с вами. Я искренне верю, что через ваши свидетельства о вашей жизни, о вашем служении во всем этом прославится наш Господь. Да, прославится Бог. Аминь. Первый вопрос у меня обычно идет. Я хочу узнать, где вы родились, в какой семье вы родились. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. Ну, родился я в Молдавии. Родился в верующей семье. Папа и мама были действительно христиане с большой буквы. Даже скажу так кратко только. Когда уже я в Америке жил и на одном из похоронов, неверующий человек сказал такие слова. Если по этой земле ходил когда-либо святой человек, то это был и назвал моего отца. Слава Господу! Вы родились в той семье, где уже служили Господу. Расскажите, пожалуйста, в юном возрасте, в самом юном, вы уже приняли Господа. Как это было? Это было в 10 лет, когда я познал Бога, узнал, кто такой Бог на самом деле. И мне тот заряд послужил на всю жизнь, что я всю жизнь не прикасался никогда к чему-то греховному. Абсолютно все. Чем дети увлекались, другие соседи, знакомые, никогда ничего такого не трогал, не занимался. Почему и как это произошло, то скажу вам, когда мне было 10 лет, моя мама попала в тяжелом состоянии в больницу республиканскую, где работал главврачом ее родной брат, главврач республиканской больницы. Но он не мог уже ей помочь в спасении ее жизни. Это было долго задерживать, рассказывать, как она попала в этой аварии. Но так получилось, и он увидел, что он ничего не может сделать. А она его просила, отвезите меня домой, чтобы я простилась с моими детьми в последний раз. Я понимаю, что я умираю. Она еле выговаривала, попросила. Я как сейчас помню, ее завозят. Он дал персонал медицинский, сопровождали ее. Привезли на скорой помощи и заносят ее в дом. Занесли, и он сказал, по одному ребенку подводите, чтобы простились. Чтобы она сказала, что хочет сказать последней каждому. Иначе она не выдержит, она умрет. Если сразу все зайдут, начнут плакать дети. И вот подводят меня, старшего, остальные все. Нас было пятеро тогда. И мы подходим. Мама каждому говорит, что тихонечко могла, ставит руку на нас. И мы уходим. Мы уходили в другую комнату, плачем на коленях. Господи, не оставь нас сиротами, не забери у нас маму. После нас подходит одна бабушка. Ее звали Лена. И она говорит, Оля, сейчас вот тебя в комнате. Ну, уже пришел и просвитер. Тоже сказали, она же умирает, привезли. И она говорит, сегодня было служение в церкви, как раз хлебопреломление. И я получил откровение, я сказала пастырю, и он принес тебе тоже хлебопреломление. Прими, пожалуйста, Бог тебе предлагает. Она еле выговаривая, говорит, если бы я могла еще что-то проглотить, возможно, я бы еще жила. Я не могу уже ничего проглотить. Она сказала, если даже ты умрешь с этим кусочком хлеба во рту, Бог тебя за это не накажет. Но Бог предлагает тебе, чтобы ты приняла. И пастыр взял с собой, и он здесь может дать. Она тогда дала согласие. Пастыр дал. Через час брат Геннадий, она поднимается своими ногами и пошла к ее маме. Это было огромнейшее чудо. Он на то время был доктор медицинских наук. Он не мог поверить. Взял профессоров, которых он подключал. Приехали посмотреть. Ну как такое может быть? Столько времени мучились, не могли ее спасти от этого. А тут вот что происходит. Слава Господу. Это для меня послужило на всю жизнь. С зарядом, с заправкой. Вот то такой наш Бог всемогущий. Слава Господу. Такое сильное свидетельство. Петр Иванович, вы родили в семье, где отец уже был в служении. То есть он был проповедником. А вот какая у вас была мечта? С тех пор, когда я увидел это. И конечно, я за отцом тоже смотрел, как он себя ведет. Мне было как подростку приятно, что люди любили его проповеди. Все окружающие церкви любили всегда и давали ему возможность, чтобы он проповедовал. Хотя пастырем он не мог быть, потому что у него со слухом было плохо. С детства он потерял слух полный. Ну не полностью, но частично. Ему было тяжеловато. Но проповедовал очень хорошо. И мне было приятно видеть, что людям нравится. У меня тоже родилось такое желание. Я закрывался в комнате, включал магнитофон. В то время был бобиновый такой, с лентой. И закрываю дверь и пытаюсь проповедовать, как могу. Потом включаю и слушаю, как я говорю. Это была моя мечта, чтобы я совершенствовался в этом. И у меня родилось желание, как бы куда-то попасть в школу. А в пистаческом братстве не было. Тогда школ таких в бакистском-то было. И вот проходят годы, время, но слава Богу, Бог чудесный наш Бог. Он видел мои желания, мои молитвы, мечты. И вот так произошло, что однажды я еду в поезде. Со мной ехали братья, которые занимались семинарии у Санникова в Одессе. Думаю, что многие знают это. И они предложили, если у тебя такое желание, им это все рассказал. Пожалуйста, вот адрес, координаты, обратись. Я обратился, но надежд, конечно, на то, что они что-то решат, маловато было. Потому что, ну, то баптистское братство, это 50. Я думаю, кто знает, как будет. 13 человек было на одном месте, тесты сдают. 13 человек на одном месте? Да. И меня зачислили, приняли. Я был как на седьмом небе. Вот так-то был старт. По тестам они выбрали, да? Да, там, это тест, и все ты сдаешь. И как знание Библии, и проповедь, как ты говоришь. А требования там серьезные. А вы уже натренировались, говорили хорошо. Я уже в это время, да. Это уже к тому времени, я уже проповедовал. Я был лидером молодежи в это время уже, да. Вы уже были служителем. Петр Иванович, но давайте мы вспомним тот момент, когда вы получили вот это призвание от Господа, что вы будете в служении. Это уже следующий шаг в вашей жизни? Или в каком возрасте где-то приблизительно? Вы знали, что вы будете служителем? Господь проговорил, кто-то проговорил. О, это интересно. То же самое. Когда мы еще были подростками, приехала, прилетела в Молдавию одна бабушка жить. Она недалеко от нас жила. И она, я помню, как мама посетила ее, и мы тоже дети с ней, малые, подростки. А та бабушка говорит моей маме, Оля, это пастыря. А я сижу и подумал сразу, какие пастыря. Один в церкви нужен. Она говорит, пастыря, как будто на нас всех. Да не может такого быть. Это раз. Следующий момент, я не рассчитывал на то, что я буду заниматься пастырским служением. Я хотел проповедовать, и все. И петь. Вот это у меня было желание. Я молился и просил, Господи, дай мне голос хороший, тембр, и росту добавь мне полметра. Когда я был малый. Всю дал. Это была такая моя молитва. Да. Ну и вот так получилось. Она-то сказала, годы проходят. Папа мой умер в раннем возрасте. Сколько ему было? 59 лет. Ой, раннее. У него сердце схватило моментально. Отошел к Господу, пока довезли до больницы, он мертвый, и все. И, в общем, не то, что папа нас тянул, потому что его и не было в живых. Но вот так получилось. В один день приезжает епископ Борщ и Павловский. А в это время я как раз только закончил строительство молитвенного дома в той церкви. В здании высокое. 36 метров высоты заканчивался шпиль. И только закончил. Я вел по чертежам его с Москвы. Чертежи были. Я довольный такой. Рад был, что мы это делаем. Церковь большая. Оркестры, хоры. И я себя видел там. Рассчитывал там. Я там был уже предложен, избран на служение, как дяконское. А до этого я вел как руководитель молодежи. Вот это была моя, так сказать, мечта. Вот здесь я буду. Они приезжают и говорят, Петр, мы приехали к тебе и предлагаем, чтобы ты пошел в город Единцы, там начинал церковь. Тут не заканчивая еще, езжай туда. Там не было церкви. Было там пару человек верующих, которые посещали, ездили куда могли, но церкви там не было такой. Я не согласился. Петр Иванович, многие бы не согласились. Тут у вас уже стройка заканчивается. Тут уже люди есть. Как преимущество. Все оставь и езжай там, где еще. Молодежи было очень много. Я уже здесь был доволен тем, что есть. Но направляют туда. А там что? Город хоть и не такой уж и большой. А две тысячи с половиной было только сетели Яговы, адвентистов три церкви. И так дальше другие вопросы. Куда мне лезть? Зачем? Начинать там что-то. Я не хотел, отказал. Они сказали, Петр, мы тебе предлагаем. Мы не просто пришли своими планами. Мы вопрошали Бога и пришли к тебе сказать, Бог тебя зовет туда. Даже так они заговорили. Я все равно стоял на своем. Говорю, нет. Я в это время учился в семинарии в Одессе. В этом библейском институте. Я не хотел, понимал, это для меня будет трудности, сложности. Я отказал. Прошло пару дней. И мой брат занимался ремонтом машин, на которой он работал. Грузовая большая машина. Намаз. Он с другой стороны, зимнее время, а я с другой там ходил. И я упал. Подняться не могу, крикнуть не могу. Нет сил набрать воздуха, крикнуть. Что такое? Лежу. Когда он меня заметил, уже увидел потом, затащил в дом как мог, в больницу ехать, я сказал, не еду. Потому что раньше, когда мы поженились с женой, прошло немного времени, и у нас первый сын, который родился в то время, 4 месяца ему было, она поехала с ребеночком на проверку в больницу, проверить, как его состояние, 4 месяца. А я по работе был в Кишиневе. Я приезжаю ночью, и ее папа говорит, ребенок в больнице, врачи ждут твоего согласия делать операцию. Или он умирает, или ты соглашаешься на операцию. Такой удар неожиданный, мобильников не было еще тогда. И я об этом не знал ничего. Быстро в машину с ним, приезжаем туда. Да, все, ребенок умирает. Согласился, куда деваться. А ему сделали переворот кишек. Она пошла на проверку, ребенок маленький, он родился 7-месячный, нежный такой. И вот они это сделали при той проверке, что они делали те процедуры. И все. Сделали, что сделали. Получилось безрезультатно. Наоборот, занесли еще инфекцию. И операцию даже не зашивали. Ребенок две недели мучился и умер. Ужарно. Я сказал, если так поступили с ребенком, я если и умру, то дома туда не иду. И я не согласился. Месяц я лежал дома, голову не поднять с подушки. Жена поднимала, помогала руками. Поднимать голову, руку, я не мог шевелить ни рукой, ни головой. Через это время, прошло больше месяца чуть-чуть, я молился, Господи, дай мне разуметь. Что это? Что, о чем это говорит. Я никогда не занимался ни сигаретой, ни спиртной, ни греховные поступки, там, с девчонками что-то, ни воровство. Дай мне понять, где моя ошибка. Это какой-то сигнал мне. И как будто мне в ухо кто-то говорил. Так, слышал такой голос. Я тебя направлял, посылал, а ты не согласился. Я тут думаю, вот это понятно. Все, вот мое нарушение. Я братьев недооценил, не понял. Они-то приехали 220 километров, все-таки это не то что. И я тут же молюсь, прошу, Господи, прости, что я так поступил, дал отказ. Звоню им и говорю, если вопрос открыт, я покаялся, я понял, и я пойду. Они приехали, это был старт, дальше моему служению уже, я пошел туда, и там начинал церковь, так сказать, тоже с нуля. Это в городе Единцы. Потом Бог употреблял, дальше, и еще 8 церквей вокруг было открыто. И когда уже всех везде руку положил, молитвенные дома, решил вопрос, а в Единцах построил новый. Потом приехал сюда, и вот эта церковь, где сейчас, это 10 церковь при моей жизни, которую Бог открыл. Я просто как инструмент участвовал в этом. Слава Господу! Дорогие друзья, мы искренне рады рассказать эти свидетельства для славы Господа, и также вспомнить о тех путях, о тех дорогах, которыми провел Господь Петр Иванович Пасечников. Петр Иванович, в то время, когда вот стройка, когда и она свобода пришла, ну и бандитизм пришел, насколько было сложно евангелизировать, какие, ну что вы вообще встречали в то время, одобрение, или наоборот, какие-то обстоятельства, которые мешали вам? Расскажи, вспомните, пожалуйста. Да, конечно, Библия так говорит, если даже мы заглянем, прислушиваемся в 2-е послание Тимофею, 3-я глава, 12-й стих, там говорит, и все желающие, то есть включая всех, не исключая только пастыря, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе. Будут гонимы. Будут гонимы. Именно во Христе Иисусе, то есть наша добрая жизнь не только в глазах людей, а пред Господом, во Христе Иисусе буду встречать. И вот так приходилось, конечно, и мне. Но самый, наверное, один из таких тоже моментов, скажу, потому что случаев много в жизни бывало, но первое, что из тех, которые покаялись, готовились к водному крещению. И вот я буду совершать сейчас 24 человека готовятся к водному крещению. Один из желающих болел, у него цирос печень, покаялся, и я ему предлагал, давайте мы сделаем крещение вам в ванной, теплой, в доме, в церкви, как, но в озере вам будет, это может быть, повлияет вам. Нет, говорит, я понимаю, что я приближаюсь к берегу переходу, я хочу вместе с детьми. Его семья вся, они тоже покаялись, сыновья его трое, и жена. Ну, раз так решает человек, все. Преподали, прошло полгода, этот человек умирает. Но он жил, получается, один километр в пригороде от города. И там уже Бог начал церковь, уже к этому времени там уже была определенная группа, около 20 человек, которые покаялись, и я их посещал. И вот я приезжаю туда. Сообщили, он умер, я приезжаю туда к ним ночью, это вечером. Только вошел в дом, а собранные родственники стоят и бьют жену умершего по голове палкой. Дети плачут, и дети взрослые, женатые даже, они не могут драться с теми рукопашную, вступать, а родственники эти односельчане из того пригорода так восстали и кричат. Это причина смерти за то, что вы пошли в эту веру. Они там православные, там православие очень сильное. Я стою с Библией гетцовской, они это не признают. Я не подумал вначале, ну, красивая, колосок такой, приятный, они это не признают. И как-то в один момент я смотрю на все происходящее, тоже, они не прислушиваются к просьбе, чтобы успокоились, но выступают, кричат так. И приходит мне мысль, иди в машину, отнеси эту Библию, возьми другую. А у меня всегда в багажнике были Библии, евангелизации, и то сразу давал, где надо было. Я беру другую с крестом, но сперва, когда я подошел к машине моей, смотрю, моя машина окружена большими парнями такими, больше 20 лет. Крышу, двери, капот, все испороли. Иномарка, покрашенная лаком, в то время, где ты там перекрасишь? Кто тебе сделает? Испороли, и кричат ко мне. Мы сейчас ее вообще подождем. Она сгорит. Вон отсюда, убирайся. Я достаю в этот момент, не спорю с ними, достаю Библию из багажника. Они как увидели крест на ней, замолчали, как говорят, как святые перешли дом. Все, ага, они замолчали, я отворачиваюсь от них, оставляю их возле машины, что сделают? И иду в дом. Зашел в дом, только встал в дверях тоже, и ту Библию держу на уровне груди. Чтобы они видели крест. В православии нельзя Библию держать опущенной, потому что твои половые органы внизу, это запрещается. Тоже не держать ее на уровне сердца. И я стою в дверях, так держу Библию, они смотрят, ну что, ты вошел, реакция. Увидели Библию, остановились, во всем там крики, злости, и смотрят на меня. Я понимаю, что ждут, что я скажу. И мой вопрос, вы эту книгу признаете? Они говорят, ну да. Я говорю, разрешайте прочитать из нее? Читай. И вот я открыл тогда момент, когда Христос пришел в дом Лазаря, где Лазарь умер. Да, да, да. И начал за это говорить. Насколько он, во-первых, там факт, что он любящий Бог, понимающий, сострадающий, даже плакал. Два слова всего Иисус прослезился в 35 стихе и так дальше. Говорю об этом. Они слушали, тихонько замерли, рты открыли. До этого кричали, что мы на кладбище вас не пустим. На второй день проповедует только ты. И я проповедовал, пригласил оркестр духовой, играли, провели похороны. Сегодня и в том приговоре тоже молитвный дом. Слава Господу. Вы представляете? И знаете, в этот момент же вы же не сбежали с этого места. Вы боролись до последнего, чтобы и родственников приобрести, и с этими... То есть, Господь дал вам мудрость, и как даже в этой ситуации правильно себя вести. Петр Иванович, я слышал такую историю, она может неприятная будет вам вспомнить, но давайте мы тоже поговорим, потому что и в этой истории тоже участвовал Господь, как и в других. Вас приглашали в Америку, вы преподавали библейскую науку, и вам пож... Я понимаю, что вы собирали какие-то пожертвования на строительство молитвенного дома. И как только вы привезли определенную сумму туда домой, вас заметили из криминального мира, и ваша семья попала в заложники. Что можно, скажите, что нельзя, мы понимаем, но что это было за ситуация? То есть, вы привезли домой деньги и сразу же пришли бандиты. Да. Что это было? Да. Ну, когда я в Единцах в этом городе начал молитвенный дом, а в то время очень тяжело было, союз как раз распался, 93-й год, тяжело, одна семья из моей церкви уже была здесь, в Орегоне, и поговорили с пастырем, и таким путем дали мне это приглашение, возили меня по церквям, да, так было. И они пожертвовали. Но, когда они собирали ту сумму, я с собой деньги не брал. Я понимал опасность. В то время действительно было опасно. Даже такой краткий случай, скажу, рядом, в другом, там у нас 12 километров, в селе, человек продал машину за 1200 долларов, живьем ему рвали ногти, он привязан был, привязали, жену другому креслу привязали, рвали ногти, зубы, где деньги, да, деньги. Он плакал, говорил, я продал, я дал долг, издевались. Ну, и понимая, вот такие подобные случаи, я потому с собой не хотел везти. И когда надо было дальше покупать что-то, я только звонил, вот надо на камень столько-то, надо на металл вот столько-то. И они передавали, говорили, где взять уже дальше у кого-то там, особенно в Бельце, они передавали больше на Бельце, таким путем. И вот так. Я с собой их не вез, не брал. Но сигнал-то пошел, что вот приехал с Америки, привез деньги, и он раздает. Ну, да, я приехал. Некоторым помогал, потому что, когда я приехал, были случаи, отдельно даже скажу, случаи, когда я приехал сюда, я приехал с письмом, даже я не знал содержание этого письма. Когда я тут передал, мне дали, там было открыто. Я закрываю холодильник, и когда кушать детям даю, я беру из холодильника, открыто уже, на замок закрывался, и делю каждому по кусочку хлеба, так и так. Большая семья тяжелая, хотя жили недалеко, но такой трудности я не представлял, что они в таком состоянии. То есть, вот это дало сигнал, что он приехал и помогает. И вот в один из дней приезжают ко мне, приехали. Скажу только так кратко, главарь той группы, он настолько был, ну, тренированный, готовый, что мне рассказали, как он ударил одного человека на базаре городском, что тот через киоск перелетел. Ну, я не то, что боялся этого. В свое время я и сам занимался спортом, меня это не пугало, и хотя я не собирался драться с кем-то, вступать в это, но факт то, что они пришли, и возле меня рядом два миссионера. Один из Дании, другой из Бельгии. Так как оказалось, они у меня дома были, выше меня ростом. Когда эти налетели, группа на меня, меня хватают и в машину затягивают, деньги давай, или забираем. Я им сказал, у меня нет денег, никаких, они не верят и меня забирают. Эти перепугались, говорят, мы никогда такого в жизни не видели. Такой ярости, как они себя вели. Жена плачет, умоляет и просит их, чтобы не забирали, чтобы оставили. Ну, в то время тысяча долларов, они просили тысячу долларов, чтобы я дал. То есть, цена жизни вашей, это была всего лишь тысяча долларов. Да, тысяча долларов. В то время это большие деньги. Это в то время были большие деньги, да. Вы реально за эту тысячу не боялись говорить с ними, что... Ну да. Слушайте, это деньги на церковь. Ну да. Как я вам ее... Петр Иванович, я вам честно скажу, наверное, 9 из 10 бы людей даже не спорили бы, сразу бы это. Но вы, вы сопротивлялись. Как вы вообще чувствовали, что так можно? Я надеялся, все равно верил. При всей этой ярости ихней, я вспоминал Даниила, ни один зуб не царапнул тех львов, потому что он был с Богом. И я понимал, если даже меня завезут, в машину посадят, я все равно уповал и верил на Бога, Бог не допустит. Да последнего надеялись. Если я буду с Богом, то же самое они не сделают. Они поймут, они прислушаются и поймут. И так и было. Они дали мне определенный срок и сказали, к такому-то дню, они меня отпустили потом, не забрали. И сказали, мы даем тебе срок, ты должен в такой-то день, в такое-то время привезти эту сумму. Ну, хорошо. Я сказал, у меня денег нет, но я постараюсь что-то решать, понятно? Потому что они предупредили. Не дашь, заберем ребенка. Тогда тебе будет больнее. Вот это сильно. Конечно, это страшно. И представляете себе, я через время на служении в городе, это 25 километров от моего дома к молитвному дому. И тут же сообщение сразу, через одного из верующих позвонили дети туда, потому что я в это время уже был начальником телефонного участка, у меня прямой телефон, они уже могли позвонить. Они позвонили, скажите, папе, мафия приехала у нас дома. Представляете себе, после какого сигнала я лечу на машине домой с женой. Летим, не знаю, что я застану. Церковь на колени упали, молятся, я приехал, да, но они тогда тоже не получили. Я сказал, я еще не готов, и дата еще наша не подошла, что вы сказали. Я стараюсь решить вопрос. Да, они уехали, и потом, назначенный день, я приехал туда, на то место, жду, подъезжают, и говорят, только ты заходишь, жена идет за мной, тоже плачет, она со мной поехала. Мы на том месте ждали, они подъехали, и сказали, только муж заходит, только ты, Петр, никто не заходит больше. Что я должен думать? Жене только сказал, она плачет, ты молись, и все. Я захожу, и у меня мысли такие, я, конечно, молюсь в мыслях, но когда я зашел, последняя дверь захлопнулась, и он поворачивается, этот главарь идет ко мне, и думаю, он приближается, сейчас нанесет удар. Ну, что будет? В Божьих руках все. И только в мыслях так молюсь, но до этого я ему сказал, такие слова, я отдам тебе эту сумму, это деньги не мои, я их поставил, вот эту книгу, Библию, в то место, где написано, за то, что поднял человек руку свою на помазанника Божьего, и дальше, как он был наказан, ну, и помните этот случай. Он разворачивается, подходит ко мне, приближается, приближается, у меня такое, как бы, ожидание этого удара, и внутри молитва, он подходит и говорит, Петр, прости нас, что мы налетели на тебя, мы не знали, кто ты, но я не один, мы не одни, поверь, мы должны взять, через время, я постараюсь решить вопрос, мы тебе до Нового года вернем. Для меня это, конечно, было и успокоением, во-вторых, как и знамение того, что действительно Бог есть со мною, и там, и так и было. Он попросил, конечно, я отдал, отдал деньги, так как он сказал, я уже не делал этого, раз он так говорит, прошу тебя, не давай мне в Библии в том месте, но я тебе обещаю, и я так и сделал. Я ему Библию дал, но отдельно, я ему дал даже Библию, кинжал и нож, вот это было, тогда, подарил ему и это, но деньги, я уже забрал оттуда с того места. Прошло время, они вернули. Вот такой Бог, который за нас заступается. Слава Господу, Петр Иванович, я честно скажу, не только я, а все, кто люди сейчас смотрят и слушают этот эфир, это что-то сверхъестественное происходило в вашей жизни, вы же понимали, что этим людям ничего святого нету, но Господь давал вам на память места из Библии, вы еще деньги положили там, где это место, что будет с такими людьми, вы до последнего объясняли, что это церковные деньги, как важны эти деньги были на строительство молитвенных домов, и вы так, ну просто в Господа вымолили, что он его сердце надломал, что он уже по-другому с вами начал разговаривать, как человек, не как бандит. Да. Петр Иванович, переезд в Америку, это сложно было с вашей стороны или нет? Переезд в Америку, вообще я поначалу отказывался, пришли раз документы, и я не хотел, и сказал, это моя жизнь, Бог открыл там эти 9 церквей, это для меня было, представляете, как, ну, что-то сверхъестественное, я не имел таких, каких-то спонсоров особых, когда меня в епископа пригласили, чтобы я туда пошел, первый год с Англии один миссионер поддерживал меня 50 долларов в месяц, потом сказал, все, дальше пусть тебя эти церкви содержат, ну а кто же там, союз распался, какое содержание? Где у людей деньги? Сюда, я даже не заикался об этом, и вот так я жил этим, днем в Единцах служения, а дальше по тем точкам, когда я успею, я домой не возвращался, дети со мной, мы что с собой взяли, там чай, кофе, или там кусочек хлеба, колбаски перекусили, и дальше, следующую точку, следующую, и поочередности вот так, домой возвращались в 11-12 ночи, я этим жил, уже правда потом, перед самим прилетом сюда, Валерий Байко, тоже определенное короткое время, помогал тоже по 50 долларов в месяц, вот так, а так я просто как мог, я так на своем пожертвовании, так нес это служение, это для меня была жизнь, и я не хотел, пришли документы второй раз, мы снова не пошли на собеседование, мы отказались, сказал, нет, для меня вот это жизнь, приходят третий раз документы, потому что родители жены были здесь, дают документы третий раз, а я как будто с уверенностью такой, все, сейчас они скажут, это не пунктуальный, не серьезный, и перечеркнут, и скажут, вы свободны, мы пришли на собеседование, ждем, мы первые по списку на утро, а уже вот-вот, после обеда, уже четвертый час, и нас не вызывают, мы сидим в коридоре, целый день, целый день, мы не поддаем вида, недовольство, мы просто сидим, нормально все, вызывают, вызвали, и когда мы зашли, спросили детей, спросили дочку мою, а ты была там с папом, когда вот было вот это, и это за машину случай рассказали, она говорит, да, я была, кратко сказала, мы всегда с папом были, потом меня спросили, вы когда были в Америке, и перечисляли города, говорят, вы были там, вы были там, назвали конкретно города, я сразу убедился, насколько не только Бог нас видит, но нас и власти же видят, все перечислили по пальцам, конкретно, я сказал, да, так было, сказал, они говорят, вы свободны, идите в коридор, мы вышли в коридор, не успели куртки натянуть, говорят, подойди к окошку, думаю, сейчас подойдем, получим отказ, подошли, статус беженца, я тогда сказал, что нет, жена, значит, мы что-то недопонимали, видимо, у Бога есть его план, и вот так мы туда уже решились и прилетели. Спасибо. Петр Иванович, настолько я слышал, что вас здесь уже ждали, то есть, это ваши земляки, кто-то говорит, даже около 500 человек, даже ждали, говорят, вот приедет к нам пастор наш, и мы здесь откроем новую церковь, но почему-то вы сразу не открыли церковь, какое-то время прошло, почему? Три года это тянулось, три года после моего прилета, люди ко мне приходили домой, наши люди оттуда, которые там были, декана, разные люди, хорошие братья, знали все, многие знали, даже помимо этого, скажу так кратко, многие знали, как и пастора, но в то же время, перед этим, епископа дали согласие, я был депутатом. Ух ты! Мы начинали строить это здание, братья подумали, епископа, что это послужит помощью для строительства, они будут принимать просьбу, как от депутата, и так и было, это было чудесно, строительство шло так, день и ночь работали, и власти не отказывали, конвейером шли машины, возили материал, а это же материал, от 36 метров высоты все. Конечно. В те времена, союз распался, а мы все так могли делать, это Бог так делал. Я прилетел сюда, многие ждали, они жили здесь уже, кто год, два, три, не вставали в членной церкви, ждали моего прилета. Я прилетел, но я посмотрел на все вокруг, языка еще такого не было, я немножко знал, там я платил учительнице, и я ходил, я, сын и дочка, к ней в субботу мы приходили, садились за стол вместе, и учили английский. Но все равно я боялся, что это недостаточно, все пункты, правила, что я не решался. И когда они это увидели, что я не решаюсь, и год прошел, второй, третий, и все, люди разошлись, кто куда по церквям, стали члены церкви. Разъехались в другие штаты. Они посещали, но не стали члены церкви. После этого они заявили свое решение. Ну, а потом я получил такое слово, и Бог сказал конкретно, иди, и даже вот этот адрес, где мы есть, иди, я открою дверь, твое сердце возрадуется. И я пришел, ну, там дальше тоже интересно, может, пока не буду прорывать. Как? Давайте интересно. Петр Иванович, давайте, давайте обинтересно. Скажите, пожалуйста, ведь, никому не секрет, что американцы немножко боятся славянской церкви, потому что у нас много деток. А детки шкоду делают, где-то что-то там поломают, не так сделают. И большинство церквей встречается с этой сложностью. Вспомните, пожалуйста, как у вас было? Да, да, это так. Американцы, они очень осторожны, внимательны. И когда ты приходишь с каким-то вопросом, они обязательно интересуются. Я пришел, после того, когда это слово такое было, я подумал так, заодно, я проверю пророка, насколько это искренне, действительно правильно от Бога. Иди, я открою дверь, твое сердце возрадуется. Иду, проверю. Но второе, ну если так, то конечно, это же приятно будет. Я прихожу, сидит вовсе, американец, пастор, хозяин этого здания. И я прихожу и говорю, так и так, я такой, такой вот ищу, сказал ему кратко. Он меня не спросил, сколько людей, сколько детей. Говорит, идем, я открою зал, и ты посмотришь. Это баптистская церковь? Баптистская американская церковь. Ага. Я иду сзади, за ним он открывает, еще сработало, кричит, он разволновался, ну и выключил потом, открывая следующую дверь в зал. Я как глянул, я никогда такого не видел в зале. Очень красиво. Как посмотрел, красивая такая, сцена такая, никогда такого не видел. Сцены мне моментально, эти слова, что Бог сказал, и сравнивая с его, что он не спросил, а говорит, открою дверь, и ты посмотришь, думаю, вот какое совпадение. И у меня аж слезы выскочили. Он повернулся в это время ко мне и заметил, и говорит, что, не понравилось? Он подумал, что не понравилось. А я ему говорю, нет, ты повторил слова те, что Бог мне вчера сказал. Он говорит, что, не понял. И я ему вот это говорю, хотя он баптистского братства был, но он тогда говорит мне, ну идем тогда, я ему сказал, что мне очень понравилось, так и так, идем в офис. Зашли, он говорит, да, не твои координаты, и все. Я ему дал телефон и адрес, и все. Он говорит, я тебе позвоню, я должен собрать свой комитет, поговорю. И вот так и было, прошло время, и он дальше уже звонит, позвонил и говорит, приходите, надо поговорить. А я на служение, и я не могу оставить служение. Посылаю администратора, тогда был Виталий Конопатский, администратор, посылаю его, езжай, поговоришь. Он пришел, он приехал туда, к ним поговорили, они говорят, да, 97% мы за то, чтобы вам дать. 97? Да, но 3% остаются за пастором все-таки. Ага. Мы ждем его. Опа. И говорят, те 3 могут перечеркнуть 97. Он мне это сказал, я говорю, Виталий, ну скажи, что мне 30 минут, надо ехать к ним, пока доеду. Это же американцы, не буду ждать тебя столько, это же не пунктуальность. И он мне говорит, они ответили, сказали, что буду ждать. Будут ждать. У нас ждут. Я в машину, приезжаю, приехал, стали говорить, они мне задали вопросы, которые их интересовали. Они задали вопрос, а может ли человек боеспасен, если не говорит на иных языках? Потому что они поняли, а, 50-ник, они же баптисты. А я им сказал, а разбойник говорил на языках или нет? Нет. Ну а он нас уже обогнал. Мы-то с вами еще здесь. Да. И будем мы там, на каком языке мы говорим сегодня, это еще тоже вопрос. Они посмотрели, да, и следующий вопрос, а вы будете наших людей перетягивать к себе? Я говорю, вы знаете, я проходил разные формы обучения. Я проходил эстетику, сейчас тут я не знаю, проходит такое или нет. Я знаю, как себя вести. В чужом доме я не имею права хозяйничать, так что и в вашей церкви не имею права хозяйничать. Красиво. Они послушали так, ну и говорят, подождите нас 5 минут в коридоре, ну надо посоветоваться. Мы вышли в коридор, я говорю, Виталий, молимся, не знаю. Мы тихонько стоим, молимся, они зазвали нас, мы заходим, они говорят, Петр, не знаем почему, но ты нам очень понравился, и мы решили дать. Хорошо, благодарен, конечно, а какая оплата будет? Думаю, ну потянем ли? Он говорит, ну 1600, вы согласны? Куда такое здание, 600 мест, другие классы, комнаты, все. 1600, конечно, думаю, это благословение. Слава Господу. Говорю, давай тогда помолимся, поблагодарим Бога, что Бог дал вам такое решение. Я очень благодарен и вам, и Богу. Помолились, дали, проходит время, люди приходят молиться, надо мне больше времени, больше комнат уже то. Я обращаюсь к ним с просьбой и говорю, пожалуйста, если возможно, дайте нам разрешение, что мы использовали больше времени и в основном зале, и те комнаты надо то, то рассказал им. Говорят, хорошо, мы посоветуемся и вам скажем. Проходит время, они говорят, дают ответ. Мы решили, даем вам. Я говорю, а как с оплатой, сколько? Ну мы подняли, может быть. 1600, сейчас будет, наверное, 2600. да, они говорят, будете платить 1200. Я переспрашиваю, как? Почему меньше? Я не допонял, что ты? Я попросил больше, они говорят, цену меньше. Они говорят, нет, мы видим, как вы заботитесь за церковь, то мы очень благодарны и вам тоже, и потом мы решили еще меньше. Вот так Богу нас позаботится. Слава Господу. Уважаемые друзья, сегодня я имею эфир. Петр Иванович Пасечник, пастор и доктор богословия. Мы рассказываем о служении, о жизни. И сегодня также мне очень приятно, что, вот сколько я хочу сейчас спешу все спросить, можете мне рассказать, какая церковь Сион, что она представляет? Я знаю, что приходя к вам в гости, вы очень доброжелательно встречаете гостей, вы даете возможность участвовать. Ну атмосфера такая семи. Там, как говорится, может человек первый раз придет, но впечатление, что это он там всегда так был. Какая вообще ваша церковь? Слава Богу, церковь прекрасная, потому что она Богу принадлежит. Аминь. Он есть управляющий, создатель, и все. Я как служитель только. Но церковь я называю как больница, куда имеет право прийти любой человек. Даже скажу так кратко, к примеру. Пожалуйста. Был такой случай здесь в городе, когда одна семья пришла ко мне, они не разговаривали на русском языке, очень тяжело. Они говорили на румынском, но я владею отлично румынским, если бы еще мог так и английским так классно владеть. Да. Они подошли со слезами и говорят, нам пастыря сказали, и епископ тоже подтвердил, ноги, что вашей не было в церкви. Я как посмотрел, а я с подобными случаями не имел. Тоже там еще за океаном. То есть за какие-то грехи, да? Да, за грех. Там тоже у меня был подобный случай. Я человека не знал. Я пришел, посмотрел, как он работал. Меня вызвало, так сказать, во мне внимание его работа. Я смотрел, что он там делал. Задал ему вопрос, а ты Бога знаешь, что? Он говорит, я 15 лет в церковь не хожу. Я был регент. Это вызвало во мне тогда сразу реакцию. Как? Ты был регент, 15 лет в церковь не ходишь? Служение был. Не запретили братья. Ну, я кратко так только скажу. Три раза, три ночи я ездил, брал с собой еще одного пастора. Мы ездили туда, уговаривали братьев. Братья – это не по-библейски. Самарянка какие согрешения имела? Та другая прельбодейница. Иисус ей дверь не закрыл, но сказал дальше, иди, и этого не делай. Дело за Богом этого. Не мы имеем право судить. Тогда мы даем взыскание для того, чтобы помочь человеку исправиться. Но не добить его камнями. Нельзя. И вот так этой семье я сказал. Если даже вам кто-то сказал, не заходите. Я вам не говорю, не заходите. Приходите, общайтесь с Богом. Я желаю, чтобы вы пережили общение с Богом. Они сегодня, та семья, потому что, понятно, им здесь было неудобно. Люди же знают то. Но через время они пошли. У них сейчас в доме хлеба. Я рад, что Бог употребляет. Они участвуют в служении. Так и другие случаи. Церковь, как больница. Куда любой больной имеет право прийти. Церковь не парикмахерская. Церковь не швейный комбинат. Что мы будем измерять и что-то такие. Да, мы говорим. Мы учим людей, как себя вести во всех вопросах. Но это надо делать просто осторожно, аккуратно. Вопросы того, что, как вы говорите, встречают. Это и оттуда, еще и здесь. Я всегда в дверях. Я прихожу раньше. Людей всех приветствую. Желаю всем переживать общение с Богом в Духе и Святом. Мы живем в такой атмосфере, как семья. Спасибо вам. Какие вызовы сейчас в наше время испытывают верующие люди, живя здесь в Америке? Как вы видите, какие самые большие сложности? Это может быть разводы, может быть, что люди уходят из церкви, может быть, потому что вот эта пандемия изменила то, что так можно все по телевизору смотреть, то, что ты хочешь. Как вы видите, как пастырь, как служитель, какие вызовы сегодня имеет славянская церковь в Америке? Сегодня и в Америке, и не только в Америке, но и вокруг сильно сработало, заглушая истину, земное притяжение. Притяжение к земному. Люди часто думают, что они готовы на что-то, готовы служить. Но давайте кратко вспомним тот момент, когда подходит книжник, а потом подходит даже ученик Христу и говорит, я готов за тобой пойти. Помните, Евангелие Иоанна, 18 глава, и там говорит 26 стих, 27, так вот дальше, говорит, начиная с 18 дальше, и говорит, я пойду за тобой, но позволь мне, и перечисляет. Помните этот момент? Надо мне то и то. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди не готовы, хотят, ревность есть, но не готовы что-то оставить. Мы должны понимать, что мы должны что-то оставлять в этой жизни на первое место ставить вопрос следования за Богом. И вот это и есть вопрос, готов ли ты следовать за Мною? Христос сказал, иди за Мною. Он говорит, да, я пойду, но так. Вот и в этом вопрос, готов ли следовать? Иногда люди идут, да, идут в церковь, идут к Богу, но на самом деле Бога не знают. Это очень важно в жизни, не просто знать о Боге, не просто посещать церковь, но мы должны быть заинтересованы в том, чтобы знать лично Бога, как Духа Святого. А это есть разница. Спасибо. Петр Иванович, расскажите о вашей семье, о супруге, о Галине. Почему? Почему она? Почему вы ее выбрали? Ну, предложили ей, она вас выбрала. Расскажите о вашей семье. Я знаю, что вся ваша семья служит Господу. Да. Пожалуйста. Слава Богу. Жена, я так называю, говорю, это подарок от Бога для меня. Слава Богу. Во всех вопросах жизни, то, что бытовое, материальное, и так же самое служение, во всех вопросах. Она всегда для меня действительно помощница. Один из примеров, строили молитвенный дом, мы там в городе, и один из момента, я так это запомнил, как завтографировал. Расскажите. Братья стали разговаривать, а бетономешалка остановилась, там бетон делали, они разговаривают, она подходит, братья, дайте, пожалуйста, мне лопату. Они не подумали, для чего? Дают. Она взяла лопату, пошла к бетономешалке, начинает кидать туда. А им неудобно. Они посмотрели, говорят, братья, жена пастор работает, а мы с ним разговариваем. Она всегда очень аккуратно, тонко подходила к этому, и до сегодняшнего дня, во всех вопросах жизни она рядом. Я потому говорю, всегда напоминаю братьям, братья, всегда служитель должен иметь эту поддержку. Иисус нам сказал, а я и дом мой. То есть, если дом тебя не поддерживает, если жена не поддерживает, дети не идут за тобою, ты здесь пастор, а дети бегут туда, это уже вопрос. Кто не на своем месте, что происходит? Потому она всегда поддерживала. Даже больше того, вернусь чуть назад, если можно. Когда я сдал этот экзамен, вступительный в семинарию в Одессу, я такой был рад, приезжаю, мне письмо дали, надо оплачивать жилье, питание, учебники все, а это стоило деньги в то время. Я приезжаю домой, даю в церкви, а пастор посмотрел и говорит, это баптистское церковь, то есть баптистское братство, ты потом разделишь мне церковь? Я говорю, нет, я не буду этого делать. Нет, мы спонсировать не будем. Вы представляете, я вернулся домой в слезах. Церковь не хочет поддержать. Я плачу. А церковь вы хотите, а церковь не хочет. Я пришел, ну плачу, ну как, что делать? А жена мне говорит, Петр, а мы тогда имели корову, хотя я никогда в жизни, я не заходил туда, не дышал, ну другая у нас была ситуация. Но мы взяли, там, тесть рядом жил, и у него это хранилось, но считалось наше. Она говорит мне, Петя, давай мы этот семестр первый, продадим этого теленка, и оплотишь этим. А к следующему нам Бог даст что-то другое. Я посмотрел, это же поддержка. Конечно. Хорошо. Все, я взял, оплатил. То есть вопрос, уже все, решился, все оплачено. А на то время, это надо было стоимость мотоцикла, это стоила одна сессия. Оплатить жилье, питание и учебники. И я отдал, я рад, и жена поддерживает. Я так ценю этим. Представляете, возвращаюсь оттуда, я иду в костюме, с дипломатом, как положено, ну или там куртки. А жена работает, там топором дрова колетит, или что-то с детьми. Почему? Потому что муж там учится. То есть, ее такое понимание было, поддержка. Я очень благодарен Богу. И во всем до сегодня так. Тричка Гулина, спасибо вам огромное, только слова восхищения. И так же самые дети. Все до сегодняшнего дня, они тоже. В служении детки? Они все в служении. Старший сын тоже пастор здесь же в церкви. И слава Богу. Он пастор молодежного потока, и так же музыкального служения в церкви. И второй сын, у меня два сына, две дочери. Второй сын, он в Светле живет, тоже проповедует, тоже и с молодежью, и в группе старшей, также. Миссионер, по-моему, да? Да, он на Мексику ездил, очень много. Даже, скажу так, один раз мне звонит оттуда, папа, здесь мы открыли церковь, та группа. Открыли уже церковь. Мне предлагают остаться пастором там. Что вы скажете? Я ему сказал, сынок, люблю тебя как сына, благодарю Бога за тебя. Но как пастор и как отец, я должен тебе сказать, ты прости, ты к этому еще не готов. Он говорит, а почему, папа? Он подумал сразу, что я имею в виду, что может быть не такая жизнь христианская, или что. Я говорю, сынок, Мексика, там столько колдовства, разных проклятий, ты еще с этим не сталкивался. И придет такой момент, что в два часа ночи к тебе придут, и будут плакать на пороге, ты не будешь знать, что делать. И ты уже дальше спать не будешь. И плачешь ты, и они плачут. И что дальше? Ты просто еще эту школу не прошел. Не то, что я тебя не люблю, не уважаю, ценю, благодарю, но вот, он послушался, да, он вернулся, и он сейчас там в служении участвует, да. Где у него есть возможность, там я участвую. Спасибо. Огромное. Петр Иванович, вы очень поддерживаете христианское образование. Вы сам получили образование доктора богословия. Насколько важно в наше время, чтобы служители имели образование? О, это обязательно. Я даже советую и стараюсь содействовать этому. Вот как пример с вашим сыном, что нужно быть готовым, чтобы быть там пастором. Да. Для чего, вот так скажу, я думаю, что каждый, кто слышит, сделает вывод и поймет. К примеру, если открыть Библию, бытие 6 глава 6 стих, и прочитать, там написано так, «И раскаялся Бог, что сотворил человека». Да. Ну, Бог же не человек, чтобы ему согрешать, чтобы ему каяться. А что такое покаяние? Это признание своей ошибки. Да. Итак, как понять, что там говорит Библия? Потому, без прохождения обучения, человек не может всего видеть значение этих стихов, этих слов. Я лично задал этот вопрос в семинарии в Одессе профессору-преподавателю, он сам был неверующий, он преподаватель в Светском университете, но его наняли, он преподавал нам философию. И я ему сказал, «Зачем мне философия? Я за кафедрой не буду философствовать». И он в присутствии всех задал этот вопрос, этот стих. И я потому это запомнил. Это для нас урок. Вот почему нам надо учиться. Задал этот вопрос, кто из вас ответит? Мы все встали, ничего не знаем, что сказать. Ну, все же проповедуем, мы сдавали тест, мы прошли. Значит, не самые из тех, что ничего не понимаем, но объяснить мы не могли. Что это значит? И когда он же нам раскрыл, показал, мы просто удивлялись. И он дальше сказал такие слова. Вот учеба и Дух Святой вместе формируют проповедника и дают способность читать между строчками, видеть правильное значение стиха. Потому это очень важно сегодня. Потому что вокруг нас, тем более, грамотный мир, уже другое положение народа. Все люди сегодня, как фильтр, они фильтруют каждое наше слово. Как мы говорим, что мы говорим. И вы знаете, сегодняшняя эмиграция, так много беженцев, люди, которые приехали с шикарным образованием. И они слушают, какие люди, проповедники у нас за кафедрой. И есть люди, которые действительно получили образование, он на опыте многих сотен служителей, он уже что-то рассказывает. Есть человек, который на опыте своем не учился, но он так думает. И поэтому очень большой контраст, и людей даже многих может быть расстраивать. Петр Иванович, как же быстро время пролетело. У нас 9 минут осталось. Я хочу просто, может быть, некоторые так быстренько вопросы задать вам. Вспомните, какой-то пример из жизни ваших родителей, которые вы запомнили, случай или пример на всю свою жизнь. Да. Они послужили для меня как примером, образцом, что в ихнем лице и поведении я видел, как действительно отражение характера Иисуса Христа. К примеру, даже такой случай. Проснулись мы утром, мама говорит папе, Ваня, иди посмотри, что нам этой ночью натворили дома. Он выходит, все, что можно было вокруг дома, перевернули, что на дорогу вынесли. Какие товары? Мы же ничего не знаем, мы спали. Мама говорит, вот так и так. Папа посмотрел, говорит, Оля, быстро, детки, идем, уберем, во-первых, с дороги все. Люди сейчас будут ехать, идти. Некрасиво. Быстро убрали все, что смогли, сделали порядок. После этого папа говорит, Оля, идем в магазин, купим рубашку и отнесем тому, кто делал. А мы удивились, папа, откуда вы знаете? Ты же спали. Он говорит, я просто понимаю, кто это мог сделать. Я думаю, что я не ошибаюсь. Пошел в магазин, купил рубашку, он примерно по определению. Пришли туда, к тому человеку, туда, а тот парень, который это сделал, действительно, он с отцом не имел контактов. Папа за ним, даже, к примеру, бежал, догонял, наказать, он убежал на крышу дома. Папа ставил лестницу, забежать туда. Он скидывал. А он скидывал лестницу и сам спрыгнул. И папа на крыше. Он потом камушком кидает в папу. Такое отношение было. И вот этот мой отец приходит, дает ему рубашку и говорит, по имени называя, и говорит, померя эту рубашку, я хочу тебе подарить. Он говорит, а что? Ну, померил, говорит, ну да, отлично, а что вы мне хотите подарить? За что? Он говорит, ну ты так мучился тяжело всю ночь. Я просто ценю твой труд. Вот так покрыл любовью ту злость, то поведение. Он покрыл любовью. Это, во-первых, тоже для нас урок. Как мы должны проходить в своей жизни, когда нас недопонимают, оскорбляют, обвиняют, ложно наговаривают. Мы должны покрывать все любовью. То есть врагов нужно приобретать любовью. Так. В чем для вас счастье и смысл жизни? Счастье, во-первых, конечно, принадлежать Богу. Это самое высшее счастье. Да, и цель, чтобы исполнить то поручение, которое Бог дает, всегда задачен тем, где меня хочет Бог видеть, что я должен делать. Спасибо. Расскажите короткие такое пожелание для родителей, которые хотят, чтобы их дети остались в церкви. Что нужно делать? Для того, чтобы дети остались, то, во-первых, должны помнить, не забывать этот стих, который я скажу сейчас, а дети смотрят, наблюдают, и это передастся на них. Римлян 12 глава 11 стих говорит так. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Дети смотрят, как мы горим для Бога. Мы не должны усердия ослабевать, то есть той ревности, в желании, участии в деле Божьем, мы не должны пускать рук в любой ситуации. Даже если кто-то что-то влияет, чтобы остановить. У меня была проповедь на тему «Останови, остановивши тебя». Усердие, не ослабевайте, друзья, будьте твердыми. Следующий говорит, не ослабевая, а дальше говорит, чтобы мы горели. Не просто, мы должны гореть, мы должны отражать, и дети будут греться возле нас. Они будут получать вот эту теплоту божественную и будут формироваться, потому что мы являемся для них примерами и образцом. Спасибо. И дальше «Господу служите». Спасибо, Петр Иванович. Ну, это таких пунктов там. Да, мы с вами быстро спешим, много хотим успеть. Уважаемые друзья, я искана благодарен, что сегодня у нас такое прекрасное интервью. Сегодня, словно, Петр Иванович Пасечник, старший пастор церкви Сион и также доктор богословия. Петр Иванович, мы подходим к концу нашей программы, у меня остается буквально ровно пять минут. Я знаю, что вы умеете проповедовать короткие проповеди. Ну, вы знаете, я с удовольствием вас слушаю и час, когда вы говорите, но говорить коротко это тоже, как говорится, высшая наука и очень сложно. Если я вас попрошу, у нас есть пять минут, у нас есть камера для наших телезрителей. Что у вас на сердце? Что вот вас будут попросили сказать? Скажите, самое-самое главное, что бы вы хотели сказать тем людям, которые будут вас внимательно слушать? Что у вас на сердце? Скажите, Господь, дай то слово, которое я хочу поделиться. Пожалуйста, в крайней камере скажите то, что у вас на сердце за эти пять минут пожеланий для наших телезрителей. Дорогие друзья, все, кто нас сегодня видели, слышали, я желаю вам всем достигать такого отношения, связи с Господом, чтобы Бог прославлялся через каждого из вас. и потому призываю и желаю всем вам да прославится в каждом из вас Бог. Для того, что он прославился, то нужно сегодня, чтобы он через нас прославился, нужно принять его энергию, нужно принять его в свое сердце, нужно позволить ему войти, чтобы он вошел. Сегодня он говорит, я стою у двери и стучу, у двери сердца. Вопрос, друзья, к каждому сегодня, где Христос в твоей жизни, он еще возле двери стучится или он вошел. Если Христос сегодня стучится у дверей сердца, а это было сказано церкви, друзья, это печально, это было слово обращения к церкви, я стою у двери, нормально ли это, что Христос за дверью стучится? Это показывает, что по количеству собраны вывеска церковь, но Христос почему-то за церковью, за дверями. Это трагедия. Сегодня огромная трагедия. Тоже многие коллективные такие общества по названию церковь, а Христос там места не имеет. Почему? Потому что сегодня очень сильное искажение библейской доктрины, значение слова Божьего. Да хранит Бог всех, чтобы не искажали, чтобы старались исполнять дословно, как Бог говорит. Даже где-то непонятно заинтересовываться, учиться, спрашивать, вникать, чтобы познавать, чтобы Христос не был за дверью. Я желаю всем, чтобы Христос в каждое сердце вошел, чтобы был не просто там стоящий и стучащий, но внутри, то есть на престоле сердца. То есть подобно, что были, как Исаия. Помните, Исаия говорит, в день смерти царя Озия видел я Господа сидящего на престоле. Как так? Царь умер, всегда хаос в стране. А тут такое положение, а он Бога видит. То есть положение не повлияло на него. Он видит Бога на престоле. Друзья, я желаю, чтобы и сегодня положение, когда вокруг переживания, где-то война, где-то борьба за президентство, кто будет президентом, экономические проблемы, кто-то работу потерял и так дальше. Держитесь твердо, позволяйте всегда Богу оставаться на престоле ваших сердец, чтобы никакая обстановка положений не повлияла на это. И если он имеет место в нашем сердце на престоле, тогда мы будем переживать то, что пережил Исаия. Там дальше он говорит, я видел ангела, который пришел с углем горящим и очистил уста, и он осознал себя. Он говорит, я человек с нечистыми устами. Как? Ты же пророк! Какие у тебя уста были? Исаия, что это значит? Человек увидел себя только после того, когда полностью он осознал себя, когда Христос на престоле полностью восседает. И только после этого он был готов к служению. И Бог говорит, что кого мне поставить? Он говорит, вот я, пошли меня. Друзья, если мы будем позволять Богу, чтобы он был на престоле наше сердец, во-первых, мы будем видеть в себя свое состояние, и мы будем в готовности к служению Господу. Да власне всех вас Бог, да прославится в каждом из вас успехов всем материальных и духовных, да будете вы все хранимы Богом, и во всех обстоятельствах оставайтесь верными ему до последнего дыхания. Спасибо огромное. Друзья, Петр Иванович, у вас одна минута все-таки осталась. Как вы относитесь с тем людям, которые сильно любят цитировать место из Библии «Не судите, да не судим и будет?» Вот нельзя им замечания сделать, нельзя их поправить, нельзя им что-то сказать. Вот за одну минуту пожелайте им. Даже, друзья, когда мы получаем где-то от кого-то такое замечание, и не надо оправдоваться защищаться тем «Не судите». Наоборот, надо благодарить, что это значит, вас Бог любит и через кого-то подсказывает, чтобы нам помочь. Это рука помощи подняться, а не обижаться. Поэтому цените, наоборот, этими моментами, когда это происходит. Все служители, пастыря, если нам приходится где-то говорить замечание такое, мы тоже должны думать, как говорить. Мне приходилось тоже объявлять людей, ну, за церковное взыскание, за такой грех, я никогда не сказал, прелюбодействовал, исключаем, но я искал другие слова, подсказать иначе, для того, чтобы человеку помочь, чтобы он, наоборот, поднялся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok